пис всем привет друзья решил выйти в эфир отчасти потому что весь день проспал если честно вообще на бровях ползал вот и думаю давно я здесь не был сейчас еще настрою в этот тик ток и мы с вами немножко пообщаемся мне тут одну книгу посоветовали почитать этому короче теперь время пришло слушать молодых я думаю стартеры эту книгу не читали но скорее всего вряд ли но в общем за скриньте почитайте потом вот эта книга краткая история будущего я пока вот остановился на 10 странице но это вместе с содержанием да поэтому короче ты две страницы пока прочитал понятно что здесь какие то есть выводы более сказать статистический потому что там я никогда не задумывался что от суицидов умирают больше людей чем от войн в современном мире и такое очень бодрит конечно информация поэтому посмотрите внимательней обратите внимание на эту книгу сейчас мы тикток зарядим посмотрим что здесь тикток тысячу лет не выходил я ты у нас там стрим хава юм идея вот посмотрим как тиктоке будет салам алейкум сейчас я нахожусь городе алматы аутизм у детей что делать маме крепится надо вам придется с этим жить как-то первое второе вам набирайте сил и и не ругайтесь с богом да то есть это основное на вы выбрали такой путь зачем-то ребенок выбрал вас поэтому это нужно как бы смирение да вот все и слушайте врачей натурализируйте детей и ребенка и насколько возможно максимально вот все сейчас им книгу покажу чтоб опять заскринили кому интересно это то что рекомендует прогрессивная молодежь вот эту книгу краткий историю будущего заскринили все они свои драйв успели нет кто не успел шанс просрал вот о чем сегодня поговорить я хочу я не знаю калининград привет я вышел рандомно просто так может быть эфир будет для кого-то полезнее может быть нет поэтому задавайте вопросы если кто-то хочет в эфир ну вот в инстаграме можем кого-нибудь разобрать вот тик ток вам придется просто слушать отсюда ответы какие-то добрый вечер всем привет лайкосы под наставьте что у нас было больше нижний новгород привет привет у меня там есть друг нижнем новгороде кыргызстан салам алейкум любой срыв который вы думаете ну срываетесь на ребенка вы должны пройти через скажите что через письмо прощения почему потому что очень важно избавиться от внутреннего напряжения вот этого вот тяжелого может ли мама менять карму детей вы настолько детям не доверяйте что и туда же хотите влезть до трава привет кто хочет на разбор дорогие инстаграм как прожить смен добрый самый лучший кучка к вам попасть же вас и будьте у вас тренинг тут в астане будет мастер-класс 23 июля по моему можете написать в этот ватсап ватсап запишите пульс 770 1907 73 38 лет до сих пор не замужем бывает здравствуйте рассказывайте как ваши дела вы из какого города как вас зовут меня зовут айгирим я с города алматы у меня запрос по принятию себя сколько вам лет не 35 лет 5 что в себе не принимаете некоторые вещи раздражаюсь например 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 у меня я сейчас делаю стройку и меня это подожди давай чтоб я не догадывался вот как-то в общем предложение что тебя беспокоит я делаю иногда такие работы которые не вот который мужские работы и от этого я сама же потом как бы стрессу ютда сильный стресс получаю потому что там же в основном договариваться нужно там идет строительные разговоры замужем замужем нет не замужем нет он умер живое вы общаетесь нет вы так плохо расстались да ну как плохо расстались мы вы как бы расписаны не были я почему спрашиваю ты ему где-то на яйца наступила ли что то что он не общается с сыном или он ребенка не хотел ты хотела сама что было было то что ну не хотела на мне жениться залететь или чуть да понятно теперь понятно начнем с этого почему ты решил по таким методом пойти лучше почему ты и путем пошла плохо слышно ну я думала что что таким путем я верну его да я сейчас не конкретно тебе сейчас говорю всем никогда так не делайте то что есть ребенок сын есть хорошо но если вы хотите мужчину вот таким образом про манипулировать это заканчивается всегда один полным игнорированием тебя да 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 так и закончилось хорошо с этим потому что просто чтобы понимать да то есть единственный вопрос почему настолько не этичный метод раз где-то его увидела я это нигде не почему твой ум на это согласился почему мой ум на это согласился я наверное почему на это ум мой согласился ну не знаю честно у тебя с папой отношения какие с папой хорошие ну раньше были я не принимала его раньше очень плохие отношения были а сейчас уже долгое время конечно проработки были я тут и прорабатывала прорабатывала очень многое дорогая пожалуйста чуть чуть больше или тебе неудобно говорить сейчас нет нормально говорите дорогая еще раз отношения с папой что прорабатывала ты от на принятие отца в чем ты его не принимала принятие отца прорабатывал я его принял что ты не принимала в нем я не принимала в нем очень многое очень многое я не принимала зоика снегинская вот честно давай заново что ты там по прорабатывал что с ним не так было что-то на его нужно было прорабатывать ну он как сказать вам не этого можете выйти можете выйти я не принимала его как мужчину как защитника вот я где-то подвел да он сделал какой момент у тебя предал тебе не удобно говорить я там мешают люди еще стоят давая да 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 я не думала что я сейчас попаду к вам и вот так получилось что я попал давай я пока под под по твоей этой схеме пройдусь почему я докопался до твоего папы потому что не этичные поступки это за говорит о том что отсутствие отцовского воспитания потом ну как бы или и ты таким образом как будто ему мстишь или или вот что-то даже если он был даже если он воспитывал то ты такими поступками не этичными мстишь ему да 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 почему так происходит потому что папа это и этика то есть врать не врать это папа учит а то есть за вранье там ну как бы наказывает он за поступки он поощряет и это папина функция если ты сделал это относительно неэтичный поступок ты никого не убил его слава богу от твоего поступка еще ребенок появился но в любом случае был неэтичный поступок он говорит о том что были с папой какие-то вопросы нерешенные возможно ты сейчас ты поработала и решила но в любом случае судя потому что ты пашешь сама ты что-то до конца не доработала и не поняла мало того дальше ты детей ну как бы не не пока не желаешь возможно но я понимаю то что если я сейчас закончу сейчас закончу она у меня будет как минимум пассивный доход я тебя понял мы сейчас смотри не про деньги говорим да и я понимаю что одной сына воспитывать очень сложно да там возможно вот как-то сейчас доживете немножко стеснен стеснены средствах там поэтому сейчас и у всех силу там друг друга на голове так сидите и поэтому тебе сейчас говорите от этого неудобно но я живу в собственном доме просто ко мне приехали в гости я поэтому я не думал что я попаду без границы вообще не важно почему-то у тебя ты короче она не может остаться во первых еще раз письма прощения зайди в паву этот ю тубе найти письма прощения и пропиши письма прощения течение 40 и обязательно это сделать во вторых напиши книгу папе то есть ты прям должна будешь сформировать ну вот хорошую хорошую книгу папе с фотографиями как ты его любишь как ты его уважаешь и в том же духе поняла еще одну книгу сделай маме том же я так понимаю у тебя маме получится папе будет немножко сложновато скорее всего но в любом случае две книги напиши и после того как ты напишешь эти две книги это книга о величии папы или просто о твоем детстве каким-то счастливым с ним эти книги ты дальше пойдешь даришь папе одну одну даришь маме и с ним потом разговаривать и благодарить не слышно вас поняла еще раз можно меня не слышать вообще не слышно ты пишешь две книги одну книгу папе одну маме после этого ты идешь и не презентуешь им по отдельности о своем счастливом будущем я фуа свой посчастливом детстве от твоей благодарности ты даришь и поняла но сначала не пропиши письма прощения принято 40 дней письма хорошо вот это пока я могу для тебя дать потому что ты фактуре никакие не выдаешь пока и работать пока не готова поэтому чуть поработать сама ок давай окей пожалуйста спасибо книги реально поможет поработать бред них бред короче если ты писала книгу тебе не помогло это говоришь бред это одно когда ты просто видишь что человек что-то делает или что-то рекомендует ты говоришь бред но но это капец это твердолобость которая сука сродни тупости почему потому что тебе предлагают варианты выхода из кризиса и ты так они я не буду поэтому такими резкими высказами лучше аккуратнее вкидывать потому что я тебе туда надо в людей где тебе будет больно любая книга терапия всякий напиши хоть о чем добрый вечер дорогая вам удобно говорить добрый вечер да 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 свет извиняюсь я сейчас выйду в другую комнату спасибо да я приду приду просто ребенок извиняюсь да будет свет да все вот теперь отлично рассказывайте с какого города кто вы как вас зовут я со стороны меня зовут диляра я вам подписала в личку на днях хотела личную консультацию ну видимо ну чуть попозже и компонентов по подобных и дальше по финансам сейчас ну прежде всего у меня такой затык я вот с психологами прорабатывал это уже давно чуть почему-то не проработала какая-то неуверенность себе чтобы я там не делал еще что ну неуверенности обиды на отца то мы много лет не общаемся он так они развелись когда родители когда мне было пять лет родители мы не знались он пил играл карты чем жил как хотел мама с ним развелась и после этого мы толком ну как в 12 лет не было мы общались потом больше мы не общаемся так через раз общаемся раз в три года он там напишет привет какую гадость напишет и все ну что-то какие-то видео отправит там какие-то приколы потом я начинаю ему замечание делать игру к чему это зачем начинает делаешь замечание в негатив уходит ага он него он в негатив уходит ну я же жду от него общения какого-то он как от папы первый первый шаг он тебе какую-то херню закидывает да в его понимании ты должна как-то ответить адекватно и тогда завяжется разговор ты же притч на задницу делаешь ему какие-то замечания делаю чего не стоит делать видимо мужику филина замещание делать и это не от того что мужчина там как этот без изъянов но может так устроен ты любой человек устроен не обязательно мужчина мужчина в том числе и особенно у мужика это сильно раздутая у любого тем более когда мужчина не успешно и да то есть когда он плохо плохо проявился в социум гордыне немерено просто понятно и ты он делай он себя и так переборол в его внимание тебе написать для него унижение эти перевожу просто потому что с ребенком не общаться сколько-то лет потом с чувством вины ему ты пишешь и она тебе еще делать какие-то замечания пошла ты нахер также разговор заканчивается до видишь услышала меня услышала у тебя в комплекте с отличницей от кого это мама тебя так воспитывала или кто да да училка она или кто вообще по образованию да вот видно вот видно все замечания все хотите вот так с пальцем ходить и что-то тыкать кому-то да 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 точно понимаешь комплекс замуж умерли дети если есть да так муж есть нет а дети от чьи бегают тут не твои мой ребенок он папой нашего не стало год назад если умерли на уме муж и так бывает люди болеют чуток мира бывает ему сколько лет был он так умер ему 40 лет было а вам нет мне 40 не ладно понятно он единственный ребенок был ума он их было двое в семье он какой был младший он был старше еще сестренка есть которые его на 13 лет младше он там всех содержал ну почти да можно так сказать папа мама не было они умерли когда они были маленькие и он все содержался всех тащил сам да у него тромб сорвался решили в аварию у него вообще он попал в больницу от того что у него ноги отнялись а потом когда поставили диагноз мрт сняли спиной оказалось что у него в между шестым седьмым позвонком как круглое такое как с размером яйцо какое-то гнойное образование внутри в спину мозги когда его вырезали вообще сказали что это последствия коронавируса либо какой-то травмы когда он может быть возможно упал до спиной там и так далее это не один день выросла и когда уже прооперировали сказал врач он как я за 30-летний стаж милю только работаю горит я не не видел такого говорит ну чтобы так было в общем прооперировали его сказали если пять дней полежит выживет то все будет хорошо но и к сожалению на второй день его не струб это случилось резко да это случилось резко мы даже не ожидали что так получится мы думали что он будет жить потом будем реабилитацию проходить чтобы ну ноги заработали так далее ну так получилось мы его похоронили доча есть час пять лет она спрашивает где папа я до сих пор говорю что он в больнице потому что последнее воспоминание когда он звонил по видео звонку и разговаривал с ней с реанимационной палаты перед операцией и сейчас ребенок спрашивает я не могу не знаю даже как ей сказать что папы нет вдоль глубокие делаю выплакивают это и вот его не стал а и мне тоже до сих пор на него обида и может быть поэтому не могу построить отношения с мужчинами в общем куча всего и данного поля всех вдох на пускай уже сдать и уже все прошло выдохни для глубокий вдох выдох вот а еще сейчас покой не станет выдыхать успокоилась все нормально не надо было успокаивать выдыхаю не выдых еще аж такое состояние пошло по рукам как будто руки немеют давай выдыхай комментарии во-первых не читай просто дыши запарила ты вдох еще вдох вот так из желудка прямо где-то вот так от солнечного сплетения чуть слева выдыхай вот оттуда напряжение да еще вот так выдохни еще еще сейчас как дела сейчас хорошо да сейчас вот такие дела дочери до сих пор не сказала об этом до часу знаков сказать придет пять лет ей 8 мая исполнилось пять лет и она до сих пор помнит папу потому что ну ну я водил в садик то есть она как бы помнит его в возрослом возрасте и сейчас спрашивает я даже не знаю как ответить что сказать в общем какой-то момент жду пусть подрастет но она уже понятие имеет что люди умирают от чего умирают спрашивать но как-то объяснить ребенку даже не знаю она уже знает что набора шлите ну вот понимает просто она ждет адекватного ответа но она спрашивает где папа соответственно я говорю что пока в больнице там он лежит не может встать там врачи не разрешает там и так далее ну со временем я готовлюсь к тому чтобы и прям рассказать что случилось тебе придется на рано или позже да ну может быть чуть подождать еще на следующий год это сделать вот так вот посмотри вот так с отцом я готовлюсь я хочу встретиться с ним со своим отцом он живет в Алматы я хочу поехать позвонить встретиться ну сейчас поговорить как взрослые люди без всяких претензий без претензий я ничего не рекомендую ту же книгу напиши папе поняла благодарность потому что это вот парадоксальная тема на самом деле мы же ждем от отца чего-то такого большого особенно девочки да там поддержки там это любви заботы и так далее но как бы это сейчас вот по тупому не звучало его задача была только в том что ты родилась это первое вторая его задача нужно вторая задача это чтобы ты могла сама выживать неважно какими путями он этого добился по факту то есть ты живешь самостоятельно он свою задачу выполнен это очень такая контринтуитивная такая вот хрень потому что мы все равно ждем от отца до какой-то поддержки любви и так далее но когда мы ее не дожидаемся мы начинаем двигаться самостоятельно и это его основная задача я не оправдываю там то что там папа участвовал не участвовал это уже не важно важно чтобы ты родилась понятно маме было тяжело это это чуть-чуть другая история да потому что именно и рождаются по-разному перед тобой девочки была да она ну как бы сманипулировала и одна сидит это тоже то у твоего мужа задача совершенно ну как бы сейчас скажу я не знаю чего там с отцом не прошла и почему нам уже это так отразилось ты выбрала такого мужчину да но обычно в таком раннем возрасте мужики умирают от того что они тащат всех на себе обычно так и просто мама там еще там родственников толпа до племянников всяких здесь всех надо содержать что-то покупать обычно от этой нагрузки не выдерживают то есть это смотри есть всяк у всякого человека есть определенное должно быть равновесие в жизни только это равновесие начинает пошатываться тогда начинаются проблемы со здоровьем с бизнесом то есть вот бизнес и здоровье но бизнес это не самая большая проблема на самом деле когда здоровье начинают отнимать это значит очень длительный давний перекос и ты тоже в этот урок попала с мужем потому что ты что-то не не прожила с отцом не факт что если бы ты прожила с отцом и тому может был жив но вряд ли у него тоже свой урок свой какой-то комплекс но ты должна точно проработаться со своим папой то есть я правильно да вот мыслью сейчас интуитивно что мне нужно претензии поговорить да я ничего не жду я ему делаю замечание но вообще это пиздец нельзя делать это замечание клон тысячу раз будет неправ не дело никогда все понял до худых принимаешь таким как он есть поняла только через благодарность только через благодарность я не знаю там сейчас у тебя успешный не успешный но я и говорю мужское это но непомерное просто она явная женская его незаметно да то есть она такое латентное его вот иногда даже очень сложно поймать если только не знать ваши вот эти чертоги разума его проявить очень тяжело даже ты когда слушай что душ он нормально тут и женщину хочет помочь а на самом деле какого хрена это женское мужское гоно прям явно видно и вот если по женскому можно случайно пройтись но на мужской надо прям намеренно наступить потому что лежат яйца и такая нам и и ты такая ну а на заблудок облучком сына еще провернулась поняла все поняла хорошо значит я интуитивно правильно думаю спасибо взаимоотношения письма прощения тебе это же вот эту книгу напиши окей папе и диск готовы книгой с фотографиями с детскими вот с этим всем поняла заполнить свои воспоминания те пустоты вот хорошими воспоминаниями альтернативными и тогда ты сможешь бы ему нормально поговорить если ты сквозь претензии будешь разговаривать это вас разговора не получится у тебя опять нахер что ты пойдете кажется спать себе дома понятно это вот еще может ли вот то что с отцом у меня обида такая вот какая-то у меня в жизни вот такая есть все равно какая-то доля неуверенности в себе у тебя доля уверен неуверенности этот перфекционизма твоего эти сразу говорю у тебя должно быть все идеально и и из-за того что у тебя не идеально это неуверенно во первых на все забей а как вы это прочитали что я перфекционист ну я чувствую твоя идеальность никому нахер не нужна даже не заметим поняла ты из-за того что ты ждешь идеальности от себя и требуешь это ладно до себя докопалась ты же это требуешь от людей абсолютно верно тебя сто процентов и нахер и в лицо посылают или про себя поняла за мой правильно ты можешь сказать что я там за паре отвечаю за порядок в этом мире но это полная херь счастье это тебе не принесет расслабься короче до платья гости ситуации до прими что-то несовершенно и все и мир несовершенен и прими его таким и ничего страшного в этом нету поняла твоя неуверенность из-за из-за перфекционизма твоего хорошо поняла попробую перестать всех и вся контролировать короче ну дай людям быть такими несовершенными поняла даем возможность быть такими какими они хотят мы же даже не знаем что ты над нас ходе же на мужчин же так смотрю требовать я понял и могу поздравить замечание делаешь попробуем уже сделать замечание так уж а палат получишь ты чё нельзя то есть я не за то знаешь как бы этот нельзя вызывать на тропу войны мужчины конечно сейчас на нас сейчас у нас общество сейчас уже вот этот толерантность прошла к этому к избиению там женщин тогда но нельзя провоцировать на это то есть и ну а своей безопасности подумайте да не надо надо делать замечание можно как-то повезло мужчин ну ты можешь его помочь помой попросить о помощи и он сделает что ты хочешь на них приказом то не да это вот помнишь как этот есть девушки которых постоянно нападают на них там бьют еще чуть-чуть там насилуют и так далее да и и есть женщины которых ну и с ними ничего не случается и вот представьте темная улица идет девушка одна на в мини-юбке там под выпившая и напротив идет на сильно на сильно прямо не чела нужен и что она она подбегает к нему берет его за руку говорит мужчина проводите меня до дома я боюсь здесь я боюсь маньяков естественно и до дома просто все да потому что у него мужское вот это его попросили он должен помочь и он идет и помогает делать то о чем его просят любой человек хочет быть хорошим а когда ты делаешь ему замечание что вы очень меня хотите за ней какого хрена ты на меня так смотришь и тебе все конец себе как за все правда полила мужчин мужчины примитивные на самом деле и управлять мужчиной любым очень легко это явно не через замечание все поняла просто так элементарно и просто все просто когда знаешь да да знали на правильно говорить круто подскажите вот книгу вот эту вот как писать ее книгу благодарности берешь пишешь все что тебе в голову фотошоп сидите фотошоп делать если нет у вас фотографии писать свои воспоминания хорошие свои воспоминания только хорошие которые были которые могли бы быть круто хорошо все свои дырки закрой хорошо закрою спасибо пожалуйста я буду приду еще на консультацию спасибо как и мужчина каким образом мужчина поймет что он потому что вот это вот бабская гордыня когда им надо чтобы он понял как ты он не прав импу прав он или не прав и мужчина насрать прав он или не прав звук появился тут просто кто-то прямо настырно звонит этот на телефон но не надо прям маньяка искать просить на я образно говорю да то любой человек но мы любой мужчина даже которого могут конкретно у него чердак свистит он всегда готов помочь женщине это же тоже гордыня может король короче есть его в этом увидели короля это я думаю вряд ли в этом есть проявление короля я думаю в этом есть проявление ну как бы мальчика да правду доказать нахер ему твоя правда не нужно здравствуйте как это сделать камеру переверли в нашу сторону вот я не знаю как это сделать там есть такой реверс две стрелочки друг этот в круг не выходит все выходит перевести перевод нажал на экран а вот 303 звездочки мне тоже не то но это вот видишь это вот не дослушайте наш нажала на экран и вот есть видеокамера нет тоже не туда рядом с видеокамерой да разверни теперь там есть стрелки две не видишь то вот я нажимаю они а вот теперь все рассказывай у меня вот так вот меня зовут я из города Каменогорск 38 лет разведена уже три года двое детей мальчиков не получается как-то все по жизни после развода поклонников много но нормальные отношения найти не могу постоянные долги отношения с папой хорошие давай начнем с долгов и отношения с папой хорошие не бывает с папой хорошие отношения когда ты в долгах да ну не знаю как стараюсь закрывать кредиты вовремя но все равно как-то они обратно появляются не знаю такие жизненные ситуации получаются что все равно нужно брать по кредит за каким он на кухне иди не знаю детку ну вот на что берешь кредит на что берешь кредит ну это бытовые такие там на что на технику там там бывает нужно срочно заплатить за там за свет там еще за что-нибудь сколько ты зарабатываешь сейчас 240 квартира твоя частный дом который достался мне от моих родителей ну в смысле не в аренде ты сидишь нет нет не в аренде детям по сколько лет 15 и 12 мальчики нахрена тебе техника скажи тем более в кредит ну не получается взять ее за наличку и получается это холодильник или что ты покупаешь телевизор ты берешь компьютер то диван то холодильник то телефон беру то еще что-нибудь то детям одежду бывает беру пога как ты покупаешь книгу 2 самый богатый человек в павелоне и покупаешь богатый папа бедный папа ладно плату папа бедный папа я читала тогда самый богатый человек по вилоне покупаешь у тебя нету этого терпежа да ты все в этот влазишь просто 240 тысяч можно жить без долгов но не шикарно да то есть на еду просто хватит и ты создаешь упорно зачем-то долги зачем я вот понять не могу сама потому что ты гасишь свой эмоциональный голод тебе кажется что в этот момент становится как-то легче но это пустота и боль которая внутри да да вот и вместо того чтобы ты себе эндорфины поднять какими-то другими способами там рады внутри еще что-то ты начинаешь закрывать какими-то непонятными вещами там техника еще чего-нибудь это отчасти от того что нету какой-то одной большой цели и ты готова растрачиваться на маленькие какие-то вот вещи радости ну да но на маленькие радость и когда вот это беру мне идет удовлетворение что я молодец на два месяца на два часа да вот и ты как наркоманка такая почему мы все эти в эти кредиты лезем от того что у нас есть внутри неудовлетворенность собой до внутреннюю удовлетворенность собой за это она чаще всего от какого-то социального неуспеха что ли у тебя амбиции выше чем ты добилась сейчас чем ты имеешь поэтому ты хочешь догнать свои амбиции как бы таких кредит немного да то есть туда немножко украсть у будущего чтобы в настоящем было чуть лучше да наверно для чего поговорить книгу что ты это купила самый богатый человек в вавилоне для того чтобы у тебя было понимание внутреннее того насколько это деструктивные вообще действия потому что все что ты делаешь но все что ты покупаешь она все равно в какой-то момент выкинется потому что у тебя двое детей у тебя 12 14 лет и они скоро закончат школу и пойду их надо будет учить на вместо того чтобы дырки закрывать лучшего копила на образование образа что может забить сказать нахрен не надо учиться идите работайте но мне кажется в двадцать первом веке нужно дать чуть чуть больше чем школа да да поэтому для этого тебе важно выставить свою цель вот там допустим сына я отправлю туда-то с этими сделано вот это да и все что нецелесообразные поступки ты начинаешь не покупать просто деньги аккумулирующие не знаю в долларах там на счетах или где-то там в банковской ячейке где куда-то это ты несешь очень важно у тебя был была какая-то финансовая подушка для того чтобы ты чувствовал себя более-менее уверенно банковская ячейка она дает что она дает то что ты можешь потрогать эти деньги руками понимаешь вот ты хотя бы не не знаю в этом месяце 100 долларов на копей ну это сэкономить открыть банковскую ячейку и положи туда первые 100 долларов свои поняла и потихоньку у тебя начнется вот так накопление в какой-то момент когда ты накопишь две или три зарплаты у тебя будет финансовая стабильность финансовая подушка при которой ты будешь себя чувствовать уверенно потому что сейчас если ты у тебя уволят все капец у тебя кредиты долги бля и это все непролазное какая-то гуща и это постоянно паническая атака и страх поняла но ты вместо загасить этот страх ты покупаешь для телевизор да поэтому немножко с рациональной точки зрения чуть-чуть в эту сторону поди потом письма прощения попиши и папе и мужу и всем там мужчинам отдельно прям направь свое внимание туда почему потому что у тебя какая-то нездоровая агрессия к мужикам прям не здоровая агрессия она внутренняя ты не всегда ее считываешь даже ты не понимаешь да понятно внутренняя агрессия найдет скорее всего от отношений с папой и отношения с мужем как как проекция такая и вот это агрессия копится это я хочу для отношения создать как ты их создашь отношения если ты нас ненавидишь прям ну я плохо рассталась мужем после этого времени я год считала всех мужиков гадами кроме своего папы и своих мальчиков папа твой мудак а ты хороший не знаю папа хороша все остальные плохие такой сыну папа твой мудак а ты хорош и у сына биполярочка потом будет приведешь потом через два-три года но я им всегда говорю ваш папа хорошие просто мы с ними сошлись характером для получать поняла то не да я поняла то есть у пацана на что в голове будет с одной стороны ты он слышит который как вы расстались он понимает что это плачевное состояние в котором вы сейчас это виноват отец и при этом то есть ты мой самый любимый мужчина ну а в нем пол папы пол тебя у него в голове как должно это всех херня склеится плохо она склеится такой биполяркой это это знаешь это ну как бы короче лгбт будет процветать только из-за этого если хочешь нормального сына воспитать ты должна очень уважительно относиться даже в голове к мужчинам если у тебя тем более сыновья поняла да потому что у них такая ну вот вилка склеится что будет мне очень хорошо это негативно отразится на их личной жизни на их жизни в целом то есть ну да поняла мне да поэтому вот эту аня твою по отношению к мужчинам очень важно ее высвободить как она высвобождает ты либо переходишь на сеть либо сейчас можешь подышать но в любом случае письмо прощения пропиши она будет потихоньку у тебя с тебя этого выходить хорошо я даже сейчас пытаюсь дышать она почему-то не выходит у тебя прям белый шум сейчас потому что в голове да пусто нет я пытаюсь осознать это все получается тяжело надо плачь смотри ты в этом не виновата да то есть с тобой все хорошо я не обвиняю тебя это просто жизненная ситуация так уже получилось то есть я сейчас иду по фактам и от того что ты сейчас понимаешь и услышишь то что я тебе говорю ты потихоньку корректируешь их воспитание слегка ты сейчас начнется там я наверное я виновата для чего я наделала ни в чем-то не виновата просто должна взять этого внимание я понимаю что последнее время некоторые сложности с воспитанием мальчиков идет это совсем по-другому будет они скоро драться будут они будут отругаться они будут посылать это нормально дорогая все что-то не отработала с мужем слышно тебя да да я слышу короче всем этим кто разведете всем объясняю особенно у кого мальчики все то самостоятельно воспитывают сыновей все что вы не отработали со своим мужчиной вы точно отработать эти со своими детьми с сыном особенно и вы никуда от этого не денетесь вы можете этого избегать сколько угодно все равно вы от сына не сможете отказаться он всегда был с вами поняла меня и даже не просто ты не отработала с мужем ты вот так отработаешь это со своими пацанами поэтому начать сейчас да поэтому начни работать с собой потому что ты же но у вас не получилось потому что где-то были недоработки внутри у вас поэтому просто начни работать над собой письма прощения аффирмации там я не знаю танцуй по утрам там по 15 минут каждое утро активно под активную какую-то музыку для того чтобы настроиться на позитив они на агрессию поняла потому что агрессия тоже может позитивными танцами высвобождаться чтобы настроение было выбери две-три песни и танцуй как сумасшедшие с утра поняла а вот насчет папы скажите мне что вроде у меня все отлично с папой всегда со мной был всегда всю жизнь мне помогал и до сих пор помогает и для меня папа мой идеал вот поэтому хрена за у тебя будет уже почему папу идеал потому что это комплекс называется девочка электро это тогда когда ты как бы вот эта связь с папой ментально она как будто у вас это короче инцест это тебе сколько лет 38 38 лет для тебя под до сих пор папа помогает да да ну пойдем таким которым где мужчина должен там что-то сделать а я не разбираюсь правильно и нахрен тебе мужик тогда скажи мне пожалуйста если папа все делает своим папой когда у тебя хорошие отношения с ним и он хороший мужик ни один мужик другой не сможет конкурировать никогда и что тогда даже если мужчина с папой отношения хорошие фу с мамой ни одна женщина не сможет мама конкурировать это инцест такого мужика то не привела он будет папа будет лучше папа будет стараться и до свидания мужик будет и что для этого надо делать слезть папиной шеи сначала не просить больше о помощи сделать все самой самой попроси соседа попроси кто рядом другие мужчины же есть мамы есть мама которая его дротит ты кто такая услышала меня дорогая вообще полностью спасибо вам огромное во всех смыслах все услышал все поняла найди своего мужика а мамин его не трошь спасибо до свидания до свидания до свидания Добрый вечер. Добрый. Слышно меня, да? Слышно, рассказывай. Я из Белорецка, мне 38 лет. В данный момент нахожусь на службе. Вы уж меня простите, как бы отошла. Белорецкая? Да. Белорецкая, это ты где? Это Белоруссия или что это? Это Белорецк, Башкирия. А, Белорецк, Башкирия. С географией, конечно, так себе у меня. Очень рада, что я к вам попала. У меня проблема, знаете, какая? Я мать-одиночка двоих детей. У меня сын и дочка. С сыном 13 лет, дочке 9 лет. Вот. Как с мужем рассталась, я очень рада. Я увереннее живу. Я всего лучше добиваюсь. Я не... Ну, единственное, у меня по здоровью почему-то одна операция за другой пошла. Во-первых. Во-вторых, я маму похоронила. Потом у меня эмоциональные сбои пошли. У меня постоянно вот в этом месте какой-то болевой шок. Она у меня постоянно не проходит. Она меня тревожит постоянно. То есть у меня до такой степени сильная тревожность пошла. А по моей работе, по службе я должна быть всегда в строю всегда быстрая, шустрая. Как бы всегда нормально было. Но в последнее время я себя теряю. Я не знаю, почему подпускать себе мужчин не хочу, если честно. Как бы уже, я думаю, 40 лет уже нормально. Как бы и пожила с мужем. Как бы детей поднимать теперь надо. Почему просто у меня вопрос, почему я не могу успокоиться, чтобы вот эта вот тревожность моя ушла. Она всегда тревожная. Я за детей сильно переживаю, тревожусь. Я любой. Если день рождения у родителей, да, вот у папы, чтоб он был радостный, да, ему все понравилось. Или у сестренок какой-то праздник. Я хочу, чтобы понравилось. Я за все, даже за радость я переживаю сильно, тревожусь. На работу иду, иду, тревожусь. У нас много трупов. Я всегда Бога прошу, чтобы такого не было. То есть вот эта тревожность, она меня сбивает с колеи. Раньше я посещала спортзалы, любила это дело. Сейчас просто в спортзал пойду, у меня просто сил нет. Если я себя подниму и иду, но я заниматься не могу, меня даже тренер не узнает. Готова? Да. Смотри, это где-то показала боль, это душа болит. Это первое. Ты как там с трупами связаны, я пока не въехал еще? Я инспектор ГАИ. В данный момент работала всю жизнь инспектором ГАИ. Осталось мне три года до пенсии. Я перевелась в пожарную часть, потому что тут сутки через трое, так как я одна осталась, за детьми смотреть надо. Выбрала чуть-чуть другую профессию. Я теперь в пожарной части работаю. Тушу пожары, отправляю на пожар. Машина, технику, людей, количество, все контролирую сама. Глубокий вдох. И выдох. Еще. Еще. Угу. Выдыхай, выдыхай. Прямо из груди вот эту боль. Она меня опять душит. Не разговаривай, вдох. Выдыхай. Выдыхай. Ага, еще давай. Давай, давай, слушай меня. Можешь пальцем сюда вот на грудь надавить, где болит? Вдох сделай, прям надави, выдыхай. Вот она. Да, вдох, надави прям туда. И выдох. Дави и выдыхай. Вот так. Давай, давай, еще. Сейчас слезы пойдут, выпускай давай. Ага. Давай, 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 не давись. Я не могу заплакать. Вот я такой человек, я когда маму похоронила, даже я не могу плакать. Вот у меня сильно голова кружится. У меня все горит, у меня пот пошла, все вот. У меня сердцебиение пошло вглубь. Обычно раньше бегала, сердцебиение ведь сильнее бьет уже. Ты бегаешь. Вот сейчас подышала, она уже должна ритмично быстро биться. Нет, она уходит вглубь куда-то. И я начинаю слышать, как у меня гудит в ушах гум-гум. И я уже, понимаете, я дышать больше не могу. Все. Вдох. Выдох. И сейчас что в теле? Горю. Давай давай гори. Еще. И голова кружится сильно. Вот так. Еще. Все. Тихо. Тихо. И-้ал. Тихо. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok чужой говно не зацепить и вы думаете у вас мало что ли все люди зашлакованы жестко прям 10 желаний восстанин уже просто в директ написать и все иди блюди слегка в горле ватсап 7701 900 07 73 по моему в тик токи тоже указан в этом мало что за в турцию пока нет не планировал то здесь происходит сентябре думаю возможно да сейчас я посмотрю тик ток указан номер токи в аккаунте то есть что вот так мы можете писать хабаровс точно это далеко слишком от нас я конечно понимаю что этот я но это для меня чересчур даст хабаровской ехать как в америку можно улететь франции могу узнать сколько в питере я был давно сейчас я пока нет пока планов таких но посмотрим октябре короче у меня одна проблема я очень плохо переношу дорогу не очень сложно летать и поэтому все что далеко или куда-то этот меня очень сложно выманить сейчас пока я был но как бы помоложе и я не чувствовал вот эти перелеты стрессы но и я летал а сейчас пока сложновато честно поэтому я буду заранее конечно объявляет что я еду там этот и потом буду приезжать но вот береге спрашивали стеки точно буду это сентябре где-то примерно лусажей здесь приеду наверно через год где-то в июле не в июле вот я уже увидел в 2016 году спасибо так звучит в живую видео спасибо большое что помните даже год запомнили записалась на понедельник жду с нетерпением спасибо количество сеансов я не гружу то там 10 сеансов 20 сеансов тебе надо прийти на один там потом уже разберетесь надо вообще-то или не надо неплохо и и вызвали нас на службе говорят же так я думаю что можно с не завершить наверно как-то вот так наверно на друзья наверное я думаю что завершим чего вы напугались почему в горле застревает тому какую-то потому что это не высказанность и недосказанности ваши эфир ну о людях о человеке друзья по моему все давайте завершим попозже еще выйду вот поэтому у меня курсов пока обучающих нету я если честно не знаю как это можно сделать пока я как придумал программу вы обязательно все узнаете самый лучший любимый психолог спасибо вот так что всех люблю обнимаю завершая эфир на она будет еще чуть по этот с дочкой поговорить завтра прилетает мы едем встречать еще столица тоже смотрите мою я буду транслировать потому что это год и и почти не видел чем капец вот поэтому всем большое спасибо пока пока обнял поднял покружил поцеловал поставил на место все д syрм она 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 Продолжение следует...